Что касается ударов, которые террористы нанесли по Великобритании, напрашиваются русские пословицы «посеешь ветер, пожнешь бурю» или в просторечии «за что боролись, на то и напоролись». Великобритания в течение очень многих лет была гнездом международного терроризма. Именно там создавались, формировались, обучались, финансировались организации, которые боролись против России, в частности, в Чечне, а до этого в Афганистане. Значительная часть этих самых муджахедов получали финансирование, подготовку оружия и так далее из Великобритании. То есть это был один из центров, где формировался тот самый международный терроризм. Правда, это упаковывалось как поддержка борьбы за национальную независимость. Но в Сирии, ИГИЛ, когда начались, так сказать, попытки свержения законного правительства президента Башара Асада, Великобритания играла одну из ключевых ролей в дестабилизации этой страны. И когда начался поток вот этих самых боевиков в ИГИЛ с целью свержения законного правительства Сирии, Великобритания, отнюдь, не препятствовала этому процессу. И сегодня совершенно справедливо говорят о том, что вот эти самые боевики, отвоевав своей Сирией, сегодня возвращаются в Великобританию, но они преисполнены воинственного духа. Они заряжены идеями мусульманского фундаментализма и экстремизма. Поэтому еще раз подчеркиваю, Великобритания получила то, за что боролась. И Западная Европа в целом. То же самое. Посмотрите, вот этот непрерывный теракт во Франции, в Германии и в других странах. Это та самая буря, которая породила Европа, посеяв ветер на Ближнем Востоке, организовав поддержку вот этого сепаратизма, так сказать, на Кавказе России. Но я хотел бы особое внимание обратить на тот факт, что вот эти вот сам погибшие 9 человек. Это прискорбно, конечно. Со всего мира посыпались телеграммы соболезной. Все главы государства и правительства сочли необходимо отметить свои соболезные, включая президента Путина. Но с точки зрения здравого смысла, подождите, ребята, каждый день в Донбассе, в Новороссии происходит уничтожение мирных жителей. Каждый день. За последние 2,5 года там погибло 10 тысяч человек. Это что, нечеловеческая трагедия? Почему Европа молчит? Почему мир молчит? Это что, другие люди? Их разрывают огромными снарядами, 152-мм снарядами. Они подрываются на минах, их расстреливают в упор. Европа молчит. Почему такое лицемерие? Почему такое двуличие? Откуда такие двойные стандарты? И почему мы должны соболезновать Европе по поводу теракта, когда Европа откровенно поддерживает вот этот жуткий международный терроризм, который происходит в Донбассе под их покровительством? Я считаю, что это полное лицемерие и двуличие.